Спокойствие жителей деревень Калиновка и Сопронова снова нарушено. Вроде вопрос о несанкционированной свалке закрыли, а опять приходится защищать родные места от загрязнения. Очередная открытая встреча собрала десятки людей. Здесь и представители депутатского корпуса, и экологического отдела администрации округа вместе с Госадомтехнодзором, и общественники пытались выяснить, кто же допустил такой беспредел. Было замечено несколько машин с строительными отходами. Но первоначально речь шла именно о чистых грунтах, то есть без исключения строительных отходов. И тех грунтах, на которых получено положительное заключение государственной экспертизы на грунты как рекультивант. То есть эта территория, после того, как была ликвидирована несанкционированная свалка на этой территории, должна быть отсыпана чистыми грунтами. Далее на этих грунтах уже будут высажены саженцы по береговой линии для укрепления. А машины, которые под шумок в новогодние каникулы свозили сюда грунт, сбрасывали как раз опасный класс отходов. И тому есть подтверждение. Поэтому местные жители и забили тревогу. Грунт вывозится явно дефективный. Из каких-то помоек, с кладбищ, полно резины, всякие дефектные вещи. А товарищи утверждают, сверху засыпается хорошей землей, небольшим слоем, там метра два-три. А внизу настоящий кошмар. Просто невозможно. И мы боимся за будущее наше поколение, которое будет здесь якобы на парке ходить, оно будет ходить по атомной бомбе. Потому что снизу, может быть, всякие мязмы, испарения постоянно будут отравлять. Выход местные жители видят один. Постоянный экологический контроль. И представители администрации и депутатского корпуса Ленинского городского округа с ними полностью согласны. Необходимо создать инициативную группу совместную с территориальным отделом администрации, с отделом экологии, депутатским корпусом. И в ежедневном режиме проводить здесь общественные контроли тех машин, которые здесь производят отсыпку и пролонировку территории. И при возникновении каких-то ситуаций в скоротечном режиме уведомлять все надзорные органы, чтобы принимали меры. Пока будем вот так наблюдать за этой ситуацией, за развитием дальше. Представитель компании-подрядчика продолжает убеждать всех, что парку быть. Территорию благоустроят согласно ранним договоренностям, а за несанкционированным сбросом отходов будут следить лучше. Стоит радиационная рамка, стоят весы, стоят камеры, которые смотрят в кузова и в онлайн режиме все отслеживает охрану. На этом месте, где сейчас стоит бульдозер, отступаем охранную зону от ЛЭПа и будет построен сквер с лавочками, беседками, ну и благоустройство, посадка деревьев. Проект благоустройства готов. Каждый желающий может с ним ознакомиться. Подрядчик обещает по первому запросу предоставлять соответствующую ссылку на сайт. Юлия Погося, Наталья Чепурная, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.